Этот ансамбль называют «поющим оружием». По своему звучанию он не имеет аналогов в мире. Мощь вот этих мужских, сделанных по Сталину голосов, они поразили и Сталина, и его окружение. Это, по сути, коллектив, который открыл новое направление в искусстве. Здесь работает счастье для любого человека. И создал это один человек почти сто лет назад. Очень талантливый и гениальный человек, имеющий колоссальное образование. Он был очень мужественным, смелым человеком и фанатично трудолюбивым. Представь, дни, годы и десятилетия – это кадры на твоем экране. Великие события, люди и их творения. Они открыли тебе твое настоящее. И в твоих руках сейчас создать свое будущее. Нужно лишь соединить время, хронос, и место, топос. Действуй. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Эти песни были написаны в 40-х годах 20-го века, но мы до сих пор их знаем и любим. А музыку к ним написал композитор Александр Александров. 24 июня были опубликованы стихи Василия Лебедева-Кумача «Вставай страна огромная, священная война». И говорят, что Александров, прочитав, увидев эти стихи, он схватил эту газету и побежал писать песни. У ансамбля Александрова всегда было много поклонников по всему миру. Как вы думаете, кто из мировых лидеров середины 20-го века коллекционировал аудиозаписи выступлений этого коллектива? Пишите свои версии в комментариях под этим видео. А мы расскажем, какую роль в Великой Отечественной войне сыграла музыка Александрова и его ансамбль. Ставьте нам сердечко и делитесь этим фильмом с друзьями. Какая самая узнаваемая мелодия в России? Мы не ошибемся, если скажем гимн. Эту гениальную мелодию написал Александр Александров. Этот гимн стал пятым в истории России. Первый появился после победы в Отечественной войне 1812 года. Словами гимна стало стихотворение Василия Жуковского «Молитва русского народа». Через 17 лет, в 1833 году, император Николай I распорядился написать российскую мелодию. Автором музыки для нового гимна стал Алексей Львов. Гимн «Боже царя храни» существовал до революции 1917 года. В первые месяцы революционеры использовали в качестве гимна французскую Марсельезу. В 1918 году ее сменил «Интернационал» – международный пролетарский гимн. Во время Великой Отечественной войны Сталин принял решение создать уникальный национальный гимн. Поведительство почувствовало необходимость создания нового гимна. Поэтому объявил конкурс, в котором принимали участие 160 композиторов. Со стихами для гимна определились быстро. Их авторами стали поэты Сергей Михалков и Эль Регистан. А вот музыку выбирали дольше. В конкурсе принимали участие ведущие советские композиторы – Шостакович, Хачатурян и многие другие. Но выиграл его Александр Александров. И если стихи последнего гимна СССР с момента его создания менялись несколько раз, то музыка Александрова оставалась неизменной. Как ноты были написаны, там ничего не изменялось. Как создатель его сделал, так мы его исполняем. С одними и теми же нюансами, с одними и теми же ритмическими рисунками. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка-молдаванка собирает виноград. Эту песню вы наверняка тоже хорошо знаете. А музыку к ней написал Александров. Александр Александров был еще и хормейстером, то есть руководителем хора и дирижером. Именно он основал легендарный академический ансамбль песни и пляски российской армии, который вот уже 95 лет известен во всем мире. Он его сделал высочайшего уровня по тому, как пелись песни, по тому, как это все отрабатывалось. Ансамбль впоследствии объездил весь мир и везде производил фурор. Потому что, ну, во-первых, не было аналогов, ну, во-вторых, это действительно было качество, за которое было не стыдно. Я в музыкальной школе с шести лет. С детства, когда я видел этот легендарный, уже мой легендарный, ансамбль по телевизору, мне всегда это нравилось, и решил сюда попробовать прослушаться. Прослушался, меня взяли. Ну, уже почти 15 лет я в этом ансамбле. Чтобы стать солистом, одного таланта недостаточно. Не бой легко, бой так же, вот как ты пел первый буклет. До этого звания как до генеральского нужно дослужиться. Ансамбль Александрова находится в ведении Министерства обороны Российской Федерации. Поэтому и порядки в нем почти как в армии. Нас очень редко принимают солиста сразу на должность солиста. Потому что, в общем-то, нужно попить рядом со своими коллегами и товарищами, научиться очень многим элементам работы совместной в коллективе. Эти традиции были и при Александре Васильевиче. С ранних лет у Саши Александрова был красивый голос и абсолютный слух. Он родился в конце 19 века в селе Плахе на Рязанской губернии, и односельчане гордились талантливым земляком. Мальчика часто приглашали петь в местный церковный хор на свадьбы и народные гуляния. Возможно, юный самородок так бы и пел всю жизнь только в родном селе, если бы не счастливый случай. Случилась такая ситуация. К ним приехал их дальний родственник из Петербурга, который был левчим, был солистом в хоре Казанского собора. И он услышал мальчика с удивительно чистым голосом, очень смышленого, и решил его повезти с собой в Петербург. Ему было 9 лет, когда он покинул свою родную деревню, очутился в Петербурге и стал петь в хоре Казанского собора. Даже есть такой факт, который очень замалчивается историками музыки, но, по крайней мере, в советский период просто не климат. Такой информации, что глубоким и чистым альтом мальчика Саши восхищался император Николай II. Александр Васильевич обладал абсолютным слухом, просто идеальным. Его педагог Азеев исполнил с учащимися только недавно написанную херувимскую песню. И на следующий день Александр Васильевич ее полностью повторил с игровного фортепиано. Вот этим очень удивил своих педагогов. То есть он был необыкновенно талантливым. Александрову было всего 17 лет, когда он получил звание регента, то есть дирижера церковного хора. Тогда же он поступил в Петербургскую консерваторию, но через два года оставил учебу и покинул столицу. Сырой климат плохо влиял на его здоровье. Юный Александров отправился в Балагое, а потом в Тверь, где возглавил сразу два хора. В Твери настолько его оценили, ну то есть этот человек сделал такой серьезный вклад в развитие региона, как сейчас принято говорить, в музыкальное развитие региона. То есть запела фактически вся Тверь. Он организовал в Твери музыкальную школу, которой раньше не было. Со временем Александров перебрался в Москву. Поступил в консерваторию, где учился по двум специальностям – композиции и сольному пению у лучших педагогов того времени. В 1918 году патриарх Тихон пригласил Александра Васильевича стать регентом знаменитого храма Христа Спасителя. И этот факт впоследствии сыграет немаловажную роль в его карьере. Когда Александрову исполнилось 45 лет, ему предложили стать музыкальным руководителем военного ансамбля, о котором вскоре узнает вся страна и весь мир. Как вы думаете, кто из советских руководителей придумал создать первый российский ансамбль, который бы исполнял военные песни? Эта идея пришла в голову Народному комиссару обороны Климу Ворошилову в 1928 году, когда в Советском Союзе праздновали 10-летний юбилей Красной Армии. Возглавить ансамбль предложили самым авторитетным деятелям хорового искусства Москвы. Все отказались, согласился только Александров. Он сделал очень хитрый ход. Он собрал певцов-певчих, церковных хоров, с которыми он когда-то имел дело, потому что храмы закрывались, количество служб уменьшалось, хоры сокращались, вот поэтому огромное количество квалифицированных, хороших певчих с голосами, с определенным мастерством, они оставались на задворках. Он собрал этих певчих и из них сделал вот этот хор Красной Армии. И вот первый концерт прошел на ура, потому что люди профессионалы, они дали очень хорошие качества. Вот на первой фотографии мы видим как раз первый состав. Тогда в составе было всего 12 артистов, 8 певцов, и мы видим их на фотографии, один баянист, два танцора и, что немаловажно, чтец. Почему именно чтец? Потому что первые концертные программы ансамбля представляли из себя литературно-музыкальные монтажи. И мы вот здесь, вот внизу этой витрины, видим программы этих первых концертных выступлений. Это, по сути, коллектив, который открыл новое направление в искусстве. Это жанр, который сочетает и песню, и пляску. Александров вкладывался в свой ансамбль без остатка. Музыка была смыслом его жизни. В своей работе он относился как к воздуху, потому что он постепенно во время даже репетиции начинал расстегивать китию, снимал его и вешал на стул, насколько он полностью погружался в работу, забывал обо всем на свете. Как вы думаете, какую функцию выполняет дирижер в оркестре? И что означают взмахи палочкой? Это действительно профессия, которая, может быть, где-то можно сравнить с гипнозом, или с какой-то другой такой силой, которая не совсем, может быть, понятна сразу обычному человеку. О мастерстве дирижера мы поговорим дальше. Пишите свое мнение в комментариях и не забудьте нажать на сердечко и поделиться видео с друзьями. Вам кажется, что дирижер ансамбля просто машет палочкой? Присмотритесь внимательно к его движениям. Руководит звучание. Своего рода это магия. Бывает так, что один и тот же оркестр, но выходят разные дирижеры, и по-разному звучит одна и та же музыка, которая исполнялась ранее этим же коллективом. Всегда это кажется очень легко и просто. Но на самом деле это глубокий и непростой совместный труд музыкантов, артистов хора. Если есть балет, в нашем случае, то тогда и с артистами балета, потому что здесь все должно быть подчинено единой воле, воле дирижера. На самом деле для музыкантов и артистов каждое движение маэстро имеет значение. Даже его мимика. Управление оркестром или хором это настоящее искусство. Чтобы стать высококлассным дирижером, требуются годы. Есть жесты организационного характера, а есть жесты, которые выражают чувства. Как нужно это исполнить? Светло? Грозно? Или, может быть, вот в другом темпе это сделать? Всего один короткий жест, как по волшебству заставляет оркестр замолчать и отложить инструменты. Светлый, шерный мой! Великолепный ансамбль песни и пляски российской армии имени Александрова! Сейчас в легендарном ансамбле Александрова более двухсот человек. Но как небольшой коллектив, созданный Александровым 95 лет назад, вырос до огромного ансамбля, которому практически нет равных во всем мире? Это случилось при поддержке Иосифа Сталина. Он впервые увидел выступление ансамбля в Большом театре в 1933 году. На том концерте, конечно, ансамбль произвел фурор. Весь спектр того, что может показать ансамбль, там был показан мощь вот этих мужских голосов в таком большом сочетании. Они поразили и Сталина, и его окружение. И вот после этого Сталин сказал, что это нужно расширять. Собственно, это была его идея, которая, естественно, тут же начала воплощаться. Сейчас в состав ансамбля принимают лучших исполнителей со всей страны. Пришел на конкурс. На конкурсе оказалось 15 человек, баянистов, а вместо одного. И нам устроили там такое достаточно серьезное испытание. В общем-то, выдержали мы три тура. Но коллектив великий, понимаете? Самое главное – это преданно относиться к своему делу. Вот как Александр Васильевич относился, так мы и стараемся воспитывать, я говорю, даже не научить, а именно воспитывать наших артистов, которые приходят в наш коллектив, которые становятся Александровцами. Сталин уважал Александрова именно за эту преданность своему делу. Он часто звонил, приглашал на обед или завтрак. Александр Васильевич был одним из немногих людей, которым разрешалось входить в кабинет Сталина без доклада. Именно Сталин посоветовал добавить в оркестр русские народные инструменты – домры и балалайки. Оркестр, которого по своему составу, но таких, наверное, больше нет. У нас полная симфоническая духовая группа, медная и деревянная, и полная народная струнная группа. Такой синтез, но он создает такой колорит уникальный, что даже классические вещи звучат по-другому. И музыканты даже говорят, как же, говорит, у вас это все хорошо получается, и мощь такая. Когда ансамбль только создавался, в нем был всего один инструмент – баян. Под него пели и плясали. До сих пор баянисты – ведущие музыканты оркестра. Теперь хотел бы сказать о баянах наших. Но они необычные, то есть они не серийного производства. Один человек собирал механику, поэтому таких инструментов нет больше нигде. Мы попросили, чтобы нам написали ансамбль Александрова. Первое выступление ансамбля Александрова за границей завершилось полным триумфом. Ведь в мире тогда ничего подобного еще не видели и не слышали. Один из раритетов архива ансамбля Александрова – это оригинал диплома Гран-при Всемирной выставки искусства и техники в Париже 1937 года. Тогда ансамбль впервые выехал за рубеж, чтобы представлять Советский Союз, собственно говоря, вот на этой выставке. Вместо восьми запланированных концертов тогда состоялось пятнадцать. Каждый концерт начинался с исполнения гимна, государственного гимна Французской Республики Марсельезе. В прессе были восторженные отзывы. И в частности говорилось, нам, французам, стоило бы поучиться у Красной Армии, как петь Марсельезе. Александров заложил очень интересную традицию исполнять произведения на языке той страны, куда мы обязательно приезжаем. То есть за месяц, за полтора, до гастролей мы берем самые яркие, самые интересные произведения, которые любят и знают зрителей, принимающие страны, и учим их. То есть для них это всегда такой небольшой сюрприз. Если это английский, то мы учим, так как в школе многие учили английский, мы учим без проблем. Если это китайский, то к нам приходят переводчики, нам ставят произношение. Если это турецкий, то, соответственно, также приходит носитель языка и работает с нами. За свою долгую историю ансамбль Александрова побывал на гастролях более чем в 70 странах. Коллектив давал концерты в парламенте Канады, в штаб-квартире НАТО, в Ватикане в честь дня рождения Папы Римского и Анна Павла II. Красная армия не только поет, но и танцует в лучших традициях русской балетной школы. Кстати, ввести в ансамбль танцоров тоже было идеей Александрова. Раньше такого не делал никто. Плечи на месте, только голова. Раз. Вот это хорошо. Спокойнее. Репетиции проходят у нас ежедневно, как и у всех хореографических коллективов. Бывает даже без выходных. Все молодые люди, девушки, то есть все пытаются сделать какие-то крутки, трюки. Это, конечно, очень интересно, это эффектно. Александров приглашал в ансамбль лучших хореографов Советского Союза. Их номера танцуют до сих пор. Например, легендарную постановку Павла Вирского. Есть визитная карточка нашего коллектива. Это казачья кавалерийская. Танец очень физически сложный, очень темповой, очень быстрый, с огромным количеством трюков. И там есть клинки, мы рубимся, то есть искры летят, дай бог пальцы не летят. Это действительно очень яркий, шикарный номер. А как же появилась песня «Священная война»? Удивительно, что музыку для этого великого произведения Александров написал всего за пару дней. Это произошло в самом начале войны. Как гласит легенда, Александров сидел в буфете Центрального дома Красной Армии за чашечкой утреннего кофе или чая. И перед ним была газета. В этой газете 24 июня были опубликованы стихи Василия Лебедева-Кумача «Вставай, страна, огромная, священная война». И говорят, что Александров, прочитав, увидев эти стихи, не допил этот кофе. А он схватил эту газету и побежал писать песни. Александров писал ноты прямо мелом на доске. Музыканты к себе в тетрадке как-то переписывали, репетировали. И уже 26 июня на Белорусском вокзале та часть ансамбля, которая осталась в Москве под управлением самого Александра Васильевича Александрова, исполняла новую песню «Священная война» для убывающих на фронт красноармейцев. Священная война – это как набат. Священную войну брали с собой как хлеб, говорили в окопы. То есть она настолько воплощала с собой всю волю народа в противостоянии фашистским захватчикам, что она стала вот таким крыалом знаменем на полях сражений. В начале войны Александров разделил ансамбль на четыре группы. Одна группа вместе с самим Александром Васильевичем, которому на тот момент было 58 лет, осталась в Москве и давала концерты в госпиталях, на фабриках и заводах. Остальные три группы разъехались по фронтам и всю войну выступали перед красноармейцами на передовой. Был такой случай, когда надо было выступить перед бойцами на самой передовой. И вот есть воспоминания, что по-пластунски они тащили реквизит. Под обстрелами они дошли до вот этой дивизии и выступали, спели им песни, которых они очень ждали. В 1943 году, после победы в Сталинградской битве, Александр Александров получил звание генерал-майора. Я не был никогда военным специалистом, но у меня все же оказалось могучее оружие в руках. Песня. Песня также может разить врага, как и любое оружие. Вы помните вопрос, который мы задавали в начале программы? Кто из мировых лидеров середины 20 века коллекционировал аудиозаписи выступлений ансамбля Александрова? Большим поклонником ансамбля Александрова был премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, который хорошо разбирался в военной музыке. Выступление коллектива Черчилль услышал в феврале 1945 года на Ялтинской конференции. Он восхитился песенным искусством русских и назвал ансамбль Александрова поющим оружием. Для личной фанатеки британский премьер собрал десятки записей Александровцев. Несмотря на проблемы со здоровьем, Александров в 18 лет полностью посвящал себя работе в краснознаменном ансамбле песни и пляски. Такой нагрузки сердце музыканта не выдерживало. Первый инфаркт Александров пережил в 45-м году на гастролях в Польше. Тогда врачи строго запретили ему дирижировать, но он их не послушал и продолжил выступать. Через год, 8 июля 1946 года, во время европейского турне его ансамбля, сердце великого Александрова остановилось. Он был человек очень деятельный, активный, не мог сидеть на месте, естественно. Они были недалеко от границ Германии. И он, конечно, захотел посмотреть на Рейхстаг. И они поехали в Берлин. И, к сожалению, сердце не выдержало. Был второй обширный инфаркт, и он скончался в Берлине, поэтому. В одном из последних писем, как бы подводя итог своей жизни, Александр Васильевич писал. Сколько пережито и какой пройден путь от того времени, когда я был мальчиком в лаптях, до настоящего момента. Много было хорошего и плохого, но я не сетую ни на что. Я благодарю судьбу за то, что моя жизнь, мой труд принесли какие-то плоды дорогой отчизне и народу. В этом большое счастье. Что вам больше всего запомнилось в истории Александра Александрова и его ансамбля? Делитесь своими впечатлениями в комментариях, ставьте сердечко и отправляйте фильм друзьям для обсуждения. Субтитры создавал DimaTorzok